Приветствую вас всех, дорогие ребята, на нашем уроке воскресной школы. Я верю, что вы так же, как и я, соскучились по нашим урокам и своим друзьям. Мы очень рады, что сегодня все вы собрались, чтобы послушать сегодняшнюю библейскую историю. А для начала давайте встанем на ножки и попросим Божьего благословения на этот урок. Наш дорогой Иисус, мы благодарим Тебя, что мы имеем возможность собраться сегодня и слушать Твое Слово, которое Ты хочешь сказать нам, взрослым и детям. Помоги нам слушать внимательно, чтобы, Господь, Ты мог действовать через учителей воскресной школы. Благослови сегодня нас всех. Аминь. А давайте вспомним с вами, о чем говорилось на прошлом уроке. Отвечайте на вопросы и запоминайте, на сколько вопросов вы ответили верно. Итак, первый вопрос. Какая героиня из Ветхого Завета была послушной Богу? Вариант А. Анна. Б. Руфь. С. Есфирь. Д. Ева. Итак, правильный ответ С. Есфирь. Вопрос номер два. Кому в семье была послушной Есфирь? Папе Мордохею? Дяде Мордохею? Брату Мордохею? Двоюродному брату Мордохею? Правильный ответ Д. Двоюродному брату Мордохею. Вопрос номер три. Кто был послушным христианином и учеником апостола Павла? Вариант А. Сила. Б. Пётр. С. Димас. Д. Тимофей. Правильный ответ Д. Тимофей. Вопрос номер четыре. С чего начинается послушание? Вариант А. С церкви. Вариант Б. С семьи. Вариант С. С воскресной школы. Вариант Д. Со школы. Так, подумали? Молодцы! И последний вопрос. Кто является самым лучшим примером послушания? Вариант А. Тимофей. Б. Есфирь. Вариант С. Иисус Навин. Вариант Д. Иисус Христос. Правильный вариант Д. Иисус Христос. Какие вы молодцы, как внимательно слушали прошлый урок. Если вы ответили на все пять вопросов верно, то вы за прошлый урок получаете пятерку. Давайте встанем вместе и дружно с вами споем песню «Радостные дети». Радостные дети, Отец которых Бог. Радостные дети, Отец которых Бог. Радостные дети, Радостные дети, Радостные дети, Радостные дети, Кто Бога слушают. Садитесь, будьте внимательны. Итак, мы уже вспомнили с вами с прошлого урока, что наилучшим примером для послушания был для нас Иисус Христос. А почему? Маленький Иисус был послушен своей маме Марии и папе Иосифу, а также он был послушен своему Отцу Небесному. И по воле Бога Отца Христос отдал свою жизнь на крестные муки за тебя и за меня. Иисус Христос умер и воскрес, но незадолго до смерти и воскресения Христа приступили к Нему книжники и фарисеи и просили, чтобы Иисус показал им знамение, то есть чудо. Ведь люди всегда хотят видеть что-то чудесное, необычное, удивительное. Но Христос сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чревике та три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Как же это было? Иисус пришел на землю в образе ребенка, и он родился от Девы Марии. Иисус пришел для того, чтобы нас с тобой спасти. Пришло время, когда в 30 лет Он начал свое служение, и недавно мы отмечали праздник Пасхи. И ты знаешь, что Иисус, Он умер за твой мой грех и за грех всего мира, и этот грех лежал на людях. И никто не мог спасти, потому что один только Иисус Христос. Он святой, дивный, и только Он мог это сделать. Однажды, много лет назад, Он сказал особенно к одному человеку. И Бог говорил так. И было слово Господне. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Но этот человек, он не послушал Бога. Он вместо того, чтобы отправиться в Неневию, он побежал от лица Бога во совсем противоположную сторону, в Фарсис. И вы это видите на карте, и расстояние было очень большое. И знаете, он отдал даже плату, пришел на корабль, отдал плату. Корабль, наверное, был самый красивый, как и здесь у нас стоит с вами. И вместо того, чтобы послушаться Бога, он спустился в трюм и лег спать. Наверное, от древнего пути он очень устал, потому что из Апиопии до Фарсиса было большое расстояние, а дороги в то время не были шоссейные или хорошие. Дороги в то время были, видите, вот на картинке, что там и булыжники, и мостовая. Поэтому Иона очень устал от этого пути, и он все лег в этом трюме и уснул. Что-то случилось. На море случилась великая буря. Кто же это сделал? Это сделал великий Бог. Он может все. Он сотворил нас с тобой, и Бог может все. И Он повелел морю заволноваться. И представляете, Иона там спит где-то в трюме. А солдаты, а моряки, которые были на этом корабле, они так напугались. Они испугались за свою жизнь и стали с корабля выкидывать свои вещи. В Библии написано, что они стали выкидывать кладь. Кладь – это значит вещи. Но начальник, здесь написано так, в шестом стихе Иона, в книге Библия. Ребята, вот есть книга Библия, такая большая, хорошая книга Библия. В ней есть Ветхий и Новый Завет. И про пророка написано в первой главе шестым стихом. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Представляете? И пришлось Ионе открыться, кто Он такой. Ионе пришлось сказать, что Он еврей. И так написано, что в девятом стихе «Я еврею и чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу». И когда Он это произнес, люди на корабле, моряки, они настолько устрашились, они поняли, что это великий Бог, живой Бог. Ну, и спросили тогда, а что же с тобой делать? И Иона, видите, вот какое он принимает решение. Иона понимал, что Бог из-за него воздвиг эту бурю. И он понял это и сказал, что вам придется меня выбросить за борт. И матросы вначале чисто по-человечески хотели его спасти. Они начали грести до берегу. Но настолько была великая буря на море, что они не смогли этого сделать. И все-таки они исполнили слово Иона и выбросили его за борт. Нет, нет, нет. Иона, конечно, не погиб, потому что у Бога для него было спасение приготовлено. Рядом с этим кораблем плыл кит. Огромный, большой. И этот кит Богом был уже для Ионы приготовлен. И этот кит проглотил Иону. В современном мире люди иногда не верят тому, что Иону проглотил кит. Но на самом деле, ребята, киты очень большие. Вот мама и папа кит. Вот здесь как бы самцы, а здесь самки. Вот здесь мама и папа. Папа, он 20 метров длиной, а мама 15, да, она поменьше. А вот вес у китов тоже вот здесь как бы, да, папа и мама. И поэтому это очень даже вполне возможно, что кит проглотил Иону. Бог так захотел. Иону сидит во чреве кита. Чрево – это внутренность кита. Это желудок кита. Представляете, как там темно. Ой, чем-то пахнет. Чем-то что-то висит там на Ионе. Непонятно что, да? Там и водоросли, и трава, наверное. И неприятный запах стоит вокруг Ионы. Иону сидит в этой темноте. Ты можешь на минутку закрыть глазки и увидеть, как темно Ионе было. Закрой глаза свои, посмотри. Ты видишь что-нибудь? Нет. Иона ничего не видел в желудке этого кита. Представляешь? В твоей жизни тоже есть такое, что вокруг тебя какие-то водоросли, какая-то темнота. Она тебя окутывает. И, может быть, ты тоже не всегда слушаешь родителей, потому что Бог говорит. Будь послушным голосу Бога. Ты понимаешь, что Бог может говорить через родителей. И ты тоже должен быть послушен родителям. Потому что мама с папой всегда желают тебе добра. И Бог любил очень людей. Поэтому Он и хотел отправить Иону в Неневию, чтобы Иона проповедовала, чтобы спасти этот город. Видите, мы с вами прочитали, что злодеяния, то есть были очень плохие поступки у этих людей в Неневии. И когда ты совершаешь тоже плохие поступки в своей жизни, то всякий грех наказуем. Но вот Ион, он с первого раза-то не послушался Бога. И вернемся обратно к нему, к этому Ионе, который сидит в этом желудке у кита. Итак, что же стал делать Иона? Он стал разговаривать с Богом. Может быть, тебе иногда нужно где-то потихоньку сесть и тоже поговорить с Богом, чтобы была вокруг тебя не темнота, а чтобы пришел свет. Потому что я еще раз могу сказать, что все вокруг тебя, которые неприятности с тобой происходят, в школе, может быть, дома, когда ты обижаешь своих братиках-младших, когда ты не слушаешься старших, которые хотят тебе добра, все вокруг тебя это тебя обволакивает. И ты не знаешь выхода, поэтому у тебя выход, как у Ионы, тоже есть. Ты можешь, как Иона, помолиться и сказать, что Иисус, прости меня, что я хочу жить по-другому. Открыть свое сердце сегодня. Посмотрите, мы можем научиться у Ионы, как он просил Бога, как он умолял его, он задумался и понял, понял, что все-таки он хочет быть. Посмотрите, написано. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Божий мой, изведешь душу мою из ада. То есть это было такое страшное место, где Ионе было очень страшно. И Бог по своей милости, когда Он послал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю, чтобы нас спасти, Он точно так же, видишь, уже предрек, предрек, что... Вот посмотрите, как пророк Иона. Пророк – это человек, который говорит от Бога его голосом. И сказал Господь Киту, чтобы тот изверг Иону на сушу. Представляете, Бог великий, могущественный, Он говорит Киту, и Кит ему повинуется, потому что Бог – Творец. И он, видите, даже Кит послушный, а что уж говорит о тебе? Будь послушным голосу Бога. Как Иона. Он потом понял, что что-то он сделал не так. Но ты знаешь, около Ниневии не было суши, потому что Ниневия на суше, а море Средиземное, оно далеко. И Ионе пришлось идти еще очень далеко до Ниневии. И представьте, когда Иона оказался на суше, и было слово Господне к Ионе вторично. Вот второй раз Бог стал говорить. Ты же с первого раза будь послушен глазу Бога, голосу Бога. Когда тебе родители что-то говорят, ну учись, слушаться с первого раза. Колоссянам при двадцать говорит, дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Это голос Бога говорит твоему сердцу через Библию, через Слово Божие. И встал, и пошел Иоанн в Ниневию, в город великий, у Бога, на три дня ходьбы. И начал Иоанн ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. Вот представьте, ему нужно было это все говорить людям, да? Поверят эти люди или нет? Посмотри, что случилось и произошло в этом городе. Ниневитяне, они с первого раза сразу послушались этого пророка, потому что он возвестил волю Бога, а Бог хотел их спасти. И когда это слово дошло до царя Ниневии, он встал с престола своего, снял с себя царские одежды, одел совсем бедную на себя одежду, тут написано в ретище, это такая бедная одежда, да? И объявил он пост, представляешь, три дня, даже ни люди, ни скорб, никто ничего не кушали. И это был пост в этом городе. Они послушали Бога. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, жителей Ниневии. Пожалел Бог о мельстве, о котором сказал, что нам идет на них, и не навел. А Иона, когда это все объявил, он ушел за город, сел, наверное, где-то вдалеке, и стал ждать, когда Бог разрушит этот город. Но, представляешь, Бог опять стал говорить Ионе. И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно? И для того, чтобы Иона хоть немножко, наверное, порадовался, и сердце его, как-то объяснить Ионе, как он должен правильно жить, он вырастет для него растение. Представляешь, задумываешь, выросло огромное, красивое растение, было оно с плодами или нет, мы не знаем, ведь мне этого не написано. Но весьма Иона обрадовался этому растению. И когда ты принесешь этот плод покаяния тоже, когда ты покаешься в своих неправильных поступках, то тоже твое сердце будет радостным. Но что же случилось с этим деревом? Представь. А черевички там его подъели, это растение, ночью. И когда Иона утром проснулся, то дерево уже все завяло. И Иона так огорчился, даже до смерти написано. Он так огорчился, и Бог опять сказал Ионе, неужели так сильно огорчился ты на растение? Он сказал очень, даже до смерти. Может быть, ты тоже иногда огорчаешься, даже вот, что тебе не очень хорошо на душе. Постарайся обратиться к Господу, постарайся поговорить с Ним. Найди мир и порядок в своем сердце на виде. Будь послушным голосу Бога. Будь. Люби родителей, люби Бога. И посмотри, Господь, когда говорит Ионе, что, Иона, неужели мне не пожалеть этого города, этих жителей этого города, когда я в одну ночь вырастил это растение, а ты даже и усилий никаких не прикладывал. И ты так опечалился из-за этого одного растения. Мне не пожалеть этого города, этих жителей этого города. И тут написано так, что это четвертая глава книга Ионы, пророка, одиннадцатый стих. Господь говорит, мне не пожалеть Нимееве, города великого, в которой более ста двадцати тысяч человек, не умеющие отличить правой руки от левой, и множество скота. Будь послушным голосу Бога. Будь послушным голосу родителей. Они любят тебя. Они желают тебе добра. И не важно, много у тебя, братьев, мало, как воздухом все мы дышим, родители одинаково любят всех вас. Какой, когда ты маленький был, тебя родители столько много времени тебе уделяли. Точно так же ты подрос, и ты думаешь, ой, вот мама с папой теперь только малыша там. Может быть, очень ласково с ним разговаривают. Или больше обнимают и целуют. Но когда ты был такой же маленький, мама с папой тебе точно столько же много времени уделяли. Будь благословен. Аминь. 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 Молодцы. Теперь уберем слово «шторм». С Иисуса в моей лодке плыву даже, плыву даже, плыву даже, с Иисуса в моей лодке плыву даже, тогда плыву домой. Молодцы, ребята, присаживайтесь. Ребята, вы знаете, что в еврейском народе каждое имя чего-то обозначало. И сегодня мы услышали историю про Иона. И имя Иона в переводе с еврейского языка на наш русский язык также переводится и имеет свое значение. Иона с еврейского языка обозначает «плачущий голубь». Иона пошел проповедовать в город Ниневия, которая располагалась на восточном берегу реки Тигр, где на данный момент находится Ирак. При раскопках холма Куинжик, под которым находилась Ниневия, были найдены остатки великолепного дворца Синахирима и колоссальная библиотека, где было собрано свыше 30 тысяч клинописных табличек. Вокруг дворца Синахирима располагались парки, зверинцы, конюшни царского конного завода, склады, административные здания. А в восточной части города был расположен водопровод. Главная улица в Ниневии называлась «Дорогой процессии». Она была шириной примерно 30 метров. В те времена Ниневия была столицей Ассирии. Город Ниневия основал Ассур, внук Ноя и сын Сима. Ниневия процветала многие столетия. Это был богатейший город. Там проживало более 120 тысяч человек. Это то же самое, как удвоенное количество жителей нашего города Нарва. И бог помиловал этот город за то, что они послушались пророка Иону, покаялись и перестали совершать свои злодеяния. Мальчики, дайте соску братику. Мальчики, соберите игрушки. Мы сейчас будем читать и молиться. Иоанн. Что за то... Продолжение следует... Детки, вы чистили сегодня зубки? Нет. Сходите почистите. Мама, можно на батут? Девочки, сначала уберите все игрушки в песочницу, закройте ее обязательно, и тогда можете идти на батут. Девочки, сначала уберите все игрушки в песочнике, и тогда можете идти на батут. Ой, как трудно! И солнце печет. Пойду на качели, потом подмету. Пойду на качели, потом подмету. Ребята, обращайте внимание, всегда ли вы слушаетесь своих родителей, потому что в послушании родителям вы проявляете послушание Богу. Бог говорит к тебе через твоих родителей. Детки, скажите, пожалуйста, а когда мама с папой вам говорит, что-то сделать, вам приятно слушаться? Да. Да? Вот если бы мама с папой попросили, прибери эти игрушки, и вы послушались. Хорошо? Правда? А если бы не послушались, а это неприятно бывает. Правда? Да? Ведь Бог в своем слове говорит, слушайте гласа моего, чтобы вам было хорошо. Бог говорит также через своих посланников, ангелов. Слушайте гласа моего, чтобы вам было хорошо. А главное, Бог обращается к тебе через Библию. Но такую заповедь дал им. Слушайте из гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Из этого стишка мы получим сегодня с вами небольшую часть. Слушайтесь гласа моего, чтобы вам было хорошо. И написано это у нас Иеремия 7.23. Как вы думаете, что обозначает слово «глаз»? Я думаю, что вы все правильно ответили. Это голос. Голос кого? Голос Бога. Бог нам говорит, слушайтесь гласа моего, чтобы вам было хорошо. А что такое хорошо? Хорошо – это когда ты счастлив, когда у тебя в сердце радость, когда ты чувствуешь себя прекрасно, радуешься каждому дню. И Бог хочет, чтобы нам было хорошо. И Бог хочет, чтобы нам было хорошо. Давайте сейчас все вместе повторим. Иеремия 7.23. Иеремия 7.23. Слушайтесь гласа моего, чтобы вам было хорошо. Иеремия 7.23. 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 Вдруг приплыл огромный кит, он Леону проглотит, но останется Леона живой. В животе киток три дня, мой ли Бог, спаси меня, и кит выплюнет Леону долой на берег. И пойдет Леона в город, говорит еще дни сорок, и накажет вас Бог за грехи. Вы раскаяться спешите, к Богу в сердце обратите, чтобы вам не погибнуть в пути. Как же он не ожидал, Бог людей не наказал, без измерения они к Богу пришли, о чудо! Он под деревом лежит, почему-то так грустит, ну а Бог ему в ответ говорит. Ты и Леона посмотри, поменяясь, как они, как же мне не помиловать их. Я растил их и кормил, и конечно же простил, как отец всех людей возлюбил. Дорогие друзья, мы рады, что вы провели это время вместе с нами, что вы сегодня слушали этот урок. Закончим его теперь молитвой. Встанем на ножки и помолимся вместе. Наш Господь Иисус, мы благодарим Тебя, Господь, что мы могли слушать то, что Ты хочешь передать нам. Помоги нам быть послушны Твоему голосу, тому, что говорит Библия, а также наши родители. Благослови наши сердца всегда прислушиваться голосу совести, чтобы понять, что же хочешь от нас видеть в жизни Ты. Благослови предстоящую неделю и помоги нам меняться в лучшую сторону. Аминь. Будь послушен голосу Бога. Благослови. 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 Благослови.